Вы смотрите эфир международного французского радио РФИ. Меня зовут Анна Строганова. И сегодня мы разговариваем с Полиной Жеребцовой, писательницей, которая пережила Первую Чеченскую войну и посвятила этому ряд книг, в том числе книгу «Муравей в стеклянной банке». Это военные дневники Полины, которые она вела в охваченном войной Грозном с 9 до 19 лет. И сегодня я хотела бы поговорить с вами, Полина, о том, можно ли и уместно ли сравнивать Чеченскую войну и войну, которую сегодня Россия ведёт против Украины. Добрый день. Я вела дневник, и в него вошла Первая война, наша летняя, 1996 года, и Вторая, чеченская. Всю войну страшную я была дома. И любая война похожа друг на друга, если совершаются преступления против мирных жителей, когда страдают дети, женщины, старики, мужчины, когда дома разрушают бомбы, когда города становятся пеплом, страдают и люди, и животные, и экология. Любая преступная война похожа одна на другую в любом тысячелетии. И я думаю, что сейчас вот эти военные преступления, которые были совершены против мирных жителей, ещё очень долгое время будут звучать лейтмотивом войны именно в Украине. И, конечно, эхом будут примерами приводить и другие войны, в том числе и Чеченскую войну, на которой я выросла из маленькой девочки в взрослую девушку, поступила даже в УКС, была ранена, потеряла большую часть семьи, дом, здоровье. И мне, надо сказать, ещё повезло, потому что многие дети-подростки погибли под бомбами. Как вам кажется, тот факт, что сегодня мы можем практически наблюдать за войной в прямом эфире, и мы смотрим на эти чудовищные видео, мы в прямом эфире следим за рассказами очевидцев, мы видим очень разные публикации в соцсетях, и от этого масштаб, происходящего сегодня в Украине, кажется нам несравнимо страшнее, чем то, что происходило в Чечне, потому что Чечня в 90-е годы, конечно же, у нас не было таких технических возможностей, поэтому мне кажется, что сегодня мы можем как будто бы заново посмотреть на то, что происходило в Чечне, и заново открыть для себя эту войну. Ну, я думаю, что эта преступная эскапада Владимира Путина ещё будет звучать, и звучать, к сожалению, не от конца этой войны. Я не вижу, чтобы прекратилась бойня. Где-то затихает, где-то начинается снова. А ведь война не приносит никакой пользы ни россиянам, ни украинскам, ни европейцам в целом. Нигде и никому нет пользы от войны. Поэтому я всегда за мир. И вы правы в том, что не было технических средств, не было камер, не было телефонов в то время, когда у нас убивали людей. И как в нашей многонациональной республике Чечня была многонациональным краем, а город Грозно вообще называли русским городом, потому что 300 тысяч неэтнических чеченцев проживало в республике с войнахами, с чеченцами и с индюшами. И когда полетели бомбы, когда военные наёмники, контрактники, не солдаты-срочники, а именно наёмники, забрасывали боевыми гранатами подвалы, где прятались женщины и дети, то вот в городе Грозном первыми гибли наши не чеченские земляки, русскоговорящие, это и русские, и украинцы, и белорусцы, и кумыки, и армяне, не можно долго перечислять. А в тёлах там преимущественно чеченцы и ингуши были, и какой-то небольшой процент не чеченцев. И люди гибли так же. И сейчас в Украине, где идёт война, там ведь очень много, миллионы людей с русскими корнями так же попали под бомбы. И украинцы попали под бомбы. Кому же от этого есть польза? Только преступникам от войны есть польза. Мирным людям никогда никакой пользы нет. И я помню, как у нас военные развлекались тем, кто расстреливали людей. Привели как-то русского местного парня, тип, поколения жили в тех краях. Привели чеченца и ингуша привели, чтобы был интернационал, и расстреляли. И никто не понёс ответственности за преступления, ни за то, что гранатами боевыми забрасывали подвалы, ни за расстрелы, ни за пытки. И, конечно, из одной операции в другую, из одной войны в другую, преступники повторяют свои преступления. И их дети повторяют уже в другом поколении преступления. Потому что если не есть ответственность, если мир не будет это осуждать, то это будет продолжаться. А что вы думаете об участии чеченцев с двух сторон конфликта? Мы знаем, что кадыровцы участвуют на стороне российской армии в этой войне. И есть чеченцы, которые из разных стран Европы приехали защищать Украину. Ой, вы знаете, вот про войну поговорила, про детей мне уже даже нехорошо становится. Вот правда, это так тяжело. Я как вспоминаю, как у нас этажи вкладывались над головой. Четвёртый и третий этаж упали на второй, а мы были на первом. Это под российскими бомбами. Что касается вашего вопроса о чеченцах, то действительно в чеченском обществе большой раскол. Он был ещё во времена Джохара Дудаева. Потому что одни люди были за независимость, а другие не хотели, наоборот, отделяться. И были у нас дудаевцы, масхадовцы, лабазановцы, гандомировцы, хаттабовцы у нас были. У нас были и халифатчики, представители халифата. И вот сейчас называют кадыровцы, на самом деле, это самые обычные чеченцы. Они говорят на чеченском языке. Они выросли в чеченской культуре, в чеченских традициях. Там же родились друзья, в Чечне. И есть люди, которые уехали в Европу, и есть люди, которые жили в Украине, и которые другие ценности представляют. Они считают, что нужно отделиться от России, нужно своё государство. Кто-то за исламское государство, с шариатом, с другой системой правил. А кто-то за более светский вариант. Но они не хотят быть вместе с Россией. И те чеченцы, и другие чеченцы. И те матери пели колыбельные на чеченском. И эти пели матери на чеченском колыбельные. И у тех есть убийство чести и кровная вещь. И у этих есть. А ну вообще даже есть у русских выходцев из Чечни. Чтобы вы знали, несколько чеченских тейпов имеют русские корни. Потому что чеченцы тогда-то принимали со всего света людей. И это мульти-культурный край был. Ещё с древних времён. И чеченцы, они прекрасно воюют. Блестяще воюют. О их храбрости ходят легенды. Я думала, прожив до такого возраста, уже серьёзного, что лучше чеченцев никто не воюет вообще в мире. И украинцы поразили меня. Я поняла, что кто-то может быть конкурентом. Кто-то может быть на равных. Они, украинцы, просто чудеса доблести и отваги показали. Как чеченцы. А поскольку чеченцы – это лучшие воины в мире, то, конечно, они будут воевать с одной стороны и с другой стороны. Потому что со стороны Кадырова они представляют собой именно Россию, российскую армию. И они поддерживают ту систему ценностей. А с той стороны европейских чеченцев и украинских чеченцев, там уже другие идеалы. И они тоже воюют со своими отрядами, конечно. И я думаю, что это противостояние, оно вот сейчас на территории Украины, может быть, на какой-то другой территории будет в будущем. Вы знаете, я думала о ваших дневниках, когда мы все с ужасом и с чувством полного бессилия следили за тем, что происходит в Мариуполе, и видели, что люди там пьют воду из луж и едят голубей, потому что они оказались в таких чудовищных условиях, что другого выбора у них нет. Я вспоминала ваши дневники, где вы пишете, как вы топили снег, и пили этот снег, и он был чёрный от грязи. И я не знаю, насколько вам сейчас по-прежнему возможно вообще об этом вспоминать, но вот что вы чувствуете, когда вы видите снова и снова эти кадры, которые, наверное, напоминают вам о вашем собственном детстве? Ну, конечно, это очень переживательно. Это даже не зависит от, как сказать, моих желаний. Я настолько сильно начинаю переживать, что у меня и голос может прерваться, я вот что-то говорю, объясняю, я помогаю людям, тоже как волонтёр, украинским беженцам, и слушаю их рассказы. И настолько мне это близко, боль мирных людей, что я чувствую, что у меня голос иногда пропадает. Или я прямо покрываюсь такими красными пятнами от меня нервной почвы, потому что я думаю, боже мой, эти люди не знали, как попить воды, а мы тоже топили снег, он был чёрный от пожаров, он был такой серый, горелый снег, и надо было собрать целое ведро, чтобы немного воды появилось, и люди рисковали, потому что на части разрывали мины людей. И вот снова, вы представьте, дети выросли на войне, такие, как я, которые у себя дома проживали, не сбежали, не уехали в Европу или в сопредельные республики, как очень многие уехали, а мы остались у себя дома под бомбами. И мы вот это там видели, и ничего мир это не научило. И новые войны, и вот новые пострадавшие дети. Кого-то на куски разорвало, мать-мать вспоминает об этом. Кто-то тоже искал воду. У кого-то там погибли бабушка, дедушка, собака. И такие страшные истории. Вот была история с ней, как мальчик маленький, трехлетний, с бабушкой пытались выбраться из-под обстрелов, и по ним велся огонь. И потом нашли лодку перевернутую, и бабушку, и со временем нашли маленького мальчика, который утонул. И таких же случаев все больше, больше и больше. То есть мой дневник, он был как прививка. Но это люди, которые его прочитали, они мне пишут писем благодарности, что мы сразу хватали детей и бежали из этой зоны обстрела. Мы понимали, что нас ждет. Но это какой-то небольшой процент людей, который познакомился с текстом о Хеченской войне. А в целом политиков это не образумило. К сожалению, политиков это никак не вразумляет. Они заняты постоянной казуистикой в России. Они не тут афинею, прям отборнейшую в этой пропаганде. И не понимают, что ценность человеческой жизни, она гораздо важнее. Важнее геополитических проблем, каких-то амбиций собственных, желание покорить весь мир и так далее. Вот человеческая жизнь, пока она не будет стыниться, пока не поймут это, ему не остановить. Она в любой момент может расшириться на другую территорию. Вы уже давно живете в Финляндии. Как в Финляндии принимают украинских беженцев? Вот вы рассказали о вашем собственном опыте, что вы как волонтер помогаете беженцам, которые приезжают в Хельсинки. А как в целом в Финляндии это происходит? Беженцев очень хорошо принимают. Я живу в Финляндии в 2010 год. Я гражданка Финляндии с 2017 года. А в 2013 году нам дали убежище, соответственно. И принимают очень хорошо. И предоставляют жилье, и помогают и с работой, и с учебой. Также реабилитацию люди проходят, которые перенесли пытки, или женщины, которые подверглись насилию, дети, которые подверглись насилию. Я думаю, что со временем у этих людей наладится жизнь. Но дети не смогут это забыть. Да и взрослые не смогут это забыть. Наши беженцы в Печне, и русскоязычные, и воинахи. Ведь очень многие люди, которых я знала, они погибли от онкологии, от сердечных приступов, от панических атак мучаются дети, которые тогда были детьми, а сейчас дети этих людей, они уже взрослые. И они задыхаются. Вот самолет пролетел, гражданский обычный самолет, они задыхаются. Потому что когда-то детьми они видели, что самолет бросил бомбу, и их родственники, их дом родственников, или их дом взлетел на войну. И забыть это невозможно. А есть ли у вас, может быть, какой-то совет, который вы могли бы дать родителям детей, которые пережили этот ужас, чтобы дальше им было легче справляться с тем, что они пережили? Я дала бы, наверное, такой совет, что растворяться с природой, быть рядом на природе, где много воды, вода у нас исключали, заниматься волонтерством, с животными, помогать животным, и детей тоже приучать к добрым делам, потому что на войне лично меня хватали добрые дела. Кадалось бы, в пауте, в настоящем аду, где не работают законы, где то казни, то расстрелы, то убийства. Даже там, даже вот в таком месте, подвязать дерево, в которое ветки сломались, допустим, от взрыва, похоронить собаку или кота, ведь от взрывов они иногда, даже на высоченные ветки их забрасывало взрывной волной, и там шкура висела, и как-то захоронить, как-то сделать доброе дело, поделиться вот последняя луковица или картошка, половинку отдать соседу. И все равно, знаете, это и стреляет человека. Эти добрые дела, они служат как щиты, как такие золотые щиты из света, то есть они закрывают от тьмы. И такие люди, они чаще остаются в живых, чтобы рассказать потом о том, что произошло. что они, даже если погибают, вы знаете, от них свет идет. У нас женщина одна, она погибла на молитве, и она улыбалась, когда ее хоронили. То есть у нее сохранилась улыбка, какой-то внутренний цвет. Потому что, когда человек погружается во тьму, он предает свою душу, предает все самое лучшее, что было вложено в него родителями, хорошими книгами, что было дано от Бога. А когда человек наоборот следует этому пути, что бы с ним ни случилось, он все равно на пути к свету. Спасибо большое. Спасибо. Я напомню, что с нами была Полина Жеребцова, писательница, автор дневников о чеченской войне «Муравей в стеклянной банке». Спасибо, Полина. Спасибо.